Пациенты, перенесшие инфаркт миокарда, ортокоронарное шунтирование, получают лекарства для последующего лечения абсолютно бесплатно. Соответствующий приказ Минздрав России подписал еще в 2020 году. 28 декабря на льду я тренирую команду врачей. Получился у меня инфаркт. Спасибо им огромное. Спасли. Второе рождение. Операция. Выписали домой. Инфаркт со мной случился в Шихазанской районной больнице. Была на приеме у врача. Огромное спасибо врачам, которые сразу при обращении стали мне помогать. Померили они мне давление, сделали кардиограмму. После этого вызвали скорую медицинскую помощь. И отправили в Канадский сосудистый центр сначала оттуда, в Чебоксары, в Республиканский больницу. Здесь тоже очень своевременно врачи сделали мне операцию. Я чувствую себя хорошо. В обоих случаях рядом оказались врачи. Они сделали все возможное, чтобы сохранить жизни. Теперь этим пациентам предстоит длительная реабилитация. Лекарствами их обеспечивают в соответствии с законом. Те люди, которые перенесли какие-то острые события, как острый инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения, аортокоронарное шунтирование, радиочастотную аблацию и стентирование коронарных артерий, они обеспечиваются бесплатными лекарственными препаратами в течение всего года. В списке 23 наименования. Лекарства подбираются, исходя из состояния пациентов. Рецепт выписывает участковый терапевт или врач общей практики. Лекарства не все, конечно, но основные они дорогостоящие. Конечно, их надо пить длительно при установке стенда. Там год это минимум, так что это большая помощь. Помощь бесплатных лекарств для меня очень ощутима. Они стоят очень дорого, в пределах 4 тысячи на месяц. В рамках национального проекта здравоохранения правительство, российское правительство, правительство нашей республики принимает участие в обеспечении препаратами пациентов, которым была выполнена высокотехнологическая помощь оказана. Эти пациенты должны и будут и в настоящее время получают эти препараты для них бесплатно. Инфаркт или инсульт – не приговор, уверены врачи. Только за прошлый год более 3 тысяч жителей республики были обеспечены бесплатными лекарствами. Благодаря медикам они сохранили качество жизни. Врачи советуют – контролируйте свое самочувствие, следите за давлением, избегайте стрессов и ведите активный образ жизни. Ольга Алексеева, Дмитрий Салманов, Республика.